Продолжение следует... Партнер программы – компания «Цептер». Посуда «Цептер» – гарант долгой, здоровой и счастливой жизни. Вы смотрите телеканал «Мой город». Программа «О вкусах не спорят». Мы с вами в чудесном континенте вкуса. И у меня в гостях сегодня чудесный, наверное, особенный гость – это Шамиль Хамитович Гайфулин. Пластический хирург. Здравствуйте. Здравствуйте. Шамиль Хамитович, это ведь далеко не все, что я о вас сказала, правильно? Вы директор некой клиники. Как правильно называется? Косметологическая лечебница под именем, собственно, пластическая хирургия. Вот так. Всеобъемлющее такое, да? Большое название. Да, потому что пластическая хирургия в кавычках. Ну, вот теперь вы все знаете. Все буквально. Но дальше вам будет гораздо интереснее. Сегодня мы готовим, на первый взгляд, такое простое блюдо, да? Ну, ингредиенты, которые вы мне называли, они не очень простые, такие особенные, какие-то специальные. Мы готовим сегодня. Манты. Это вам так кажется, что просто манты. Нет, не просто манты. Там будет баранина, правильно? Баранина, лук. Курдючий жир, да? Или сало, правильно? Курдючный жир. Курдючный жир, вот так правильно. Курдючный жир, лук и тесто, которое будет приготовлено... Золотыми ручками? Золотыми ручками с помощью, при участии, яйца, воды и муки. Что нам нужно будет вот из этого большого, красивого очного ряда? Можем, кстати, у него пройти, да, красиво. Я так думаю, надо в первую очередь лук взять. Так, обычный лук прям вот такой? Вот такой. Обычный репчатый лук. Можно я возьму много? Ничего же страшного. Конечно. Мне нравится. Дальше. Корзиночки. Зелень нужна. А какая? Это лучшая петрушка и укроп и зеленый лучок. А вот два в одном, да? Можно два в одном, да, и петрушки зеленого лучка. Отлично. Имбирь не нужен будет? Просто так спросила? Нет, нет, нет. Это же не суши. Не суши, да? Я сегодня побуду немножечко гадалкой, ладно? Заглянем в прошлое. Значит, на сегодняшний день вы успешный врач, пластический хирург. Давно не холостяк. Да. Я прям так смотрю, дайте руку. Давно не холостяк, он там по кольцу вижу. Кроме того, имеется двое детей? Да. Оба любимые? Да. Девочки и мальчики? Да. Полный набор. Я просто волшебница, это потому что у меня глаза зеленые. Вот тогда немножко об этом, о семье. Дети уже взрослые. Баранина. Да что, что не успели осемьяться? Девушка, будьте добры нам кусочек баранины, самый вкусный. Даже два, да, возьмем? Да, два кусочка. Да. И они сочнее, эти кусочки. Вам приходят женщины, чтобы от этого избавиться? Шамей Хамитович. Понимаете, пищи ее не должно быть много, а она должна быть вкусной. И качественной, свежей, согласна, да. Конечно, можно объедаться всего, а потом тяжело дышать. Спасибо вам огромное. Потом приходить к нам, это пытаться уничтожить. Да. Хорошо. То есть вы еще немножко и диетолог? Ну, как сказать, я плохой диетолог, потому что я люблю угощать людей. Шамей Хамитович, мы подошли к муке, любую муку можем брать? Да, я думаю, любую. Ну, обычную муку, конечно. Обычная мука. Вот. Высшего сорта. Да. Сделана на Алтае. Наша мука. Взяли. Взяли. Теперь яйцо, масло, два вида, правильно? Соль. Солью мы как поступим? Это важно. Вот, пожалуйста, можем прям вот. Морская соль. Любую соль. Да? Нет, морскую, мелкую, ядированную. Все, взяли. Так, вот сюда. Да, язование. Да, 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 да. Да, показывай. Вот та чудесная курица олицетворяет как раз то, что нам нужно. Да, вот такая красота. Яйцо. То есть, с помощью которого мы будем готовить. Немного же? Ну, да, немножко. Вот шесть штук берем, да, в маленькую пополочку. Вот хорошо, когда можно выбрать, да, любое количество, правда? Десять, двадцать, тридцать и даже шесть. И на всякий вкус. Да, да, да. Так, взяли. Теперь нам нужно маслице. А лучше всего анжерское. Анжерское? Ну, как-то анжерское. Деревенское. Ну, оно, 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 хорошее. Хорошее, да? Угу. Не анжерское, но вкусное. Все, можно попробовать сначала? Угу. Так, взяли. А зачем нам, кстати, вот оливковое масло нужно? А манты смазывать пароварочку, то есть основание. И манты, чтобы не прилипли потом. Только оливковое, да? Ну, можно подсолнечное, но подсолнечное на вкус дает. Да, оливковое все-таки, заливковое. Я согласна, полностью, полностью. Поэтому заливки, оливковое масло в тех видах вон там. Да, 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 берем. Ну, что ж, перед нами четыре ряда полок оливкового масла. У вас такой выбор. Я думаю, что две-три минуты я вам буду не нужна. Правильно? Да, в принципе, тут можно даже больше задержаться, чтобы из этого разнообразия выбрать нужную масло. Ну, не торопитесь. Мне нужно несколько минут, чтобы поздравить телезрителя, который ответил правильно на предыдущий вопрос нашей программы. Хорошо? Хорошо. Пошла делать приятно. Им будет это приятно. Да. Ох уж эти сладкие моменты. Сегодня у нас гость особенный. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно я сейчас произнесу фамилию Дарья Шевчкова? Правильно. Не ошиблась даже ни разу. Даша, вы постоянный зритель нашей программы. Да. Я так поняла, я с телефоном разговоры. Да. Любите готовить? Люблю готовить. Ой, всякие вкусности, кстати, люблю готовить. Вот печь, да? Мы угадали, да? А если бы Даша любила мясо, мы бы кусок мяса подарили. Шучу. Дашечка, вот радуйте семью. Чай, чай, чай. И смотрите нашу программу. Все, обязательно. Внимательно готовьте вместе с нами. Обещаете? Обещаю. Она обещала. А вы, мои дорогие, за мной. За мной. У нас еще много дел. Ну что, удалось найти то самое масло? Все готово. Ну вот, я хочу сказать, что наш вкус полностью совпадает. Я не сомневалась, ну, пыталась не сомневаться, по крайней мере. Вот, а теперь мы можем сейчас вот посмотреть, все ли мы взяли, для того, чтобы уже уединиться нам на кухне с продуктами. Перечисляю, вы проверяйте. Не смотрите в тележку. Итак, для мантов нам понадобится для теста мука, яйцо, вода в студии, соль. Все. Есть. Так, для фарша нам потребуется баранина, лук, зелень, сливочное масло. Сливочное масло. Но это нужно будет когда? Я, честно говоря, не знаю. Нет. Для фарша баранина, лук, зелень, соль и перец. Перец у меня в студии. Все, есть. Мне его достаточно, да. Друзья мои, мы готовы таки уединиться с этими продуктами в студии и совершить нечто особенное из простого. Правильно? Да. За мной на кухне. Все в сборе, все на столе. Мы купили все самое необходимое для свежайших, вкуснейших мантов. Правильно ли я так произнесла сейчас? Да, абсолютно правильно. Именно манты, не манты, как нет, а манты. Чудесно. Это особенное, правильно сегодня будет такое блюдо? Мы не брали фарш, заметьте. Я думала, вы уже это все видели, да? Мы взяли куски мяса. Правильно? Да. И у нас будет нечто особенное. И тесто мы будем сами замешивать. Да, абсолютно. Я могу заняться, если что. Оп! Не знаю насчет этого. В гостях у нас сегодня Шамиль Хамитович Гайфулин. Пластический хирург. Не просто так. Еще я помню, есть одна должность, да? Только большая какая-то, высокая очень. Государственная. Ну-ка. Как она звучит? Правильно. Пластический хирург, главный специалист в области. Вот. Иначе женщины упали ниц. Потому как именно нам. Мы необходимы в определенное время, в определенных условиях. Правильно? Бывает так. Бывает. Итак, ну что ж. Не будем рассказывать, кто когда попадает под нож, да? Поэтому под нож сегодня у нас попадет вот этот кусок мяса. Да? Ягненка. Или барана. Нет, здесь похоже баран. Тогда что мы сейчас с ним делаем? Учите, пожалуйста. Я, честно говоря, вот рубленое мясо не готовлю. Честно говоря, мы сейчас будем готовить манты. Манты готовятся из теста и начинки в виде фарша, который мы будем готовить из баранины и плюс какие-то ингриденты. Ну, тогда я... Ну, мы начнем с того, что... Разобьем яйцо. Бьем яйцо одно. Так. Так. Дальше. Так, сюда, да? Чуть-чуть добавляем в декуршечек холодной водички. Сколько нам понадобится? Ну, хотя бы... Пока достаточно. Вот. И соль. Ну, тут сколько. Так, ну, нормально. Солим примерно четверть чайной ложки. Да, это соль. Соль, соль. Слышим. Так, гости недоверчивые пошли нынче, а? Сбить. А точно на классический хирург? Да. Солим Кематич, а может быть, все-таки повара в том числе? Нет? А? Может быть, все-таки вы на повара ресторан-баранфейки в том числе? Нет? Нет. Все, да? Пожалуйста. Коротко и ясно. Нет. Так. Можно ли ячистос? Потому что это все-таки... Конечно. Не должно присутствовать ни в операционной, ни на кухню. Да. Что должна я сделать сейчас? Я держу, высыпьте. Да. Достаточное количество. Сыпьте, нет, кладем. Солим Кематич, мне уже страшно продолжать. Потому как я уже думаю, где-нибудь дошибусь. Я чувствую себя, знаете, студенткой. Я думаю, пока достаточно. Даже перебор. А ну, ничего. Ненормально у нас. Да, да, да. Сколько? Я бью тихонечко, да? Хорошо. Ядышком поставлю. Можно сделать столько, честно. А в студенчестве как? Просто готовить бабушку? Нет, ну, как-то по очереди. Но так как я это любил, все, воды будет достаточно. То есть, все-таки, наверное, из дома привезли? Нет, вы знаете, дома у меня была бабушка, которая прожила 93 года на этом свете. Вот. И она готовила. У нас как-то дома, кроме нее, никто не готовил. Единственное, что она мне готовлю, не привлекала. То есть, особенно вот тесто замесить. Это когда эмулированное, большое эмулированное ведро, тесто, ну, на две трети его нужно было взбить, поставить в теплое место. Оно поднималось выше ведра. Шапкой такой красивой. Шапкой, да. Потом это нужно снова взбить, да, то есть, теперь, чтобы оно туда ушло. И так за вечер повторялось 3-4 раза. И утром рано еще. Я хоть сдаю экзамен потихоньку. Я хоть помню. И потом, потом уже она готовила. Вот это... Пирожки вкусные. Ой, булочки. Или пироги, булочки. В зависимости, сколько сахара, да, там вот тесто? Есть такое, что это... Булочки такого качества, что на них седешь, встанешь, и она обратно форма принимает. Так, мы продолжим про студенческие именно годы. Ну, ладно, знаете, помните. Ура! Он доверяет мне! Вот эти вот скатать просто. Вот вы знаете, в операционной он никогда не говорит. Ну, все, давайте порежьте. Правильно? Да, до сих пор. Молодым докторам я это не говорю еще. Теперь приступаем к заготовке фарша. Вы как-то немножечко потуже залистите, чтобы так круповато было. И потом в пленочку или под чашечку. Можно в пленочку? У меня есть волшебный пакетик, я положу. Берем баранину. Тут прямо хорошо нарезанная баранина. Но ненужные вещи надо с баранины убрать. Берем мясо. Вот оно у меня же такое хорошенькое, туденькое. Да, можно уже в пленочку. Все, да? Пленочку, ага, пошло уже. Нарезаем тоненькими пластиками. Еще два. Сразу много не нарезаем, потому что... Мы будем не успевать это делать. Ой, прям тонюсенькие, да, получается? Вот у меня готово. Вот так, ага. Да. Симпатичное тесто ждет нас. Я могу брать уже муку? Да. Нет, потом катать, когда будем. А, хорошо. Вот я вам даю. Теперь вы можете вот это вот пластиками... Пластиками. Ой, соломкой уже навязать. А потом это дело уже превратить в кубики. А ничего же страшного, что у меня на зубчике было немножко муки? Ничего же страшного. Ну, может, потом будем тесто... Да, 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 да. Так вот, я убираю и могу забрать еще полосочек. Так, давайте... Ленточек буквально. Я вам... Нет, уже полосочек дам. Все? Почему? Потому что... А можно я вам доверю еще Ленточек? Можно. А я подготовлю. Все, понеслось. Я могу к концу программы просто загордиться. Пока вы с работы домой не придете, к мясу никто не подходит. Хотя бывает и такое. А как же на праздники? А когда долго на работе? Вся семья голодует? А, нет, они же каши себе могут делать, да? Ну, 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 что... У меня же мама, то есть моя жена Рима, она же у меня профессиональный повар. Она шикарно готовит. Это сейчас она училкой стала. А, а раньше? А раньше. И так и осталось. И так, и так. Это сейчас она стала просто училкой, а раньше был шикарный повар. Да. Да? Сейчас просто доцент. Вот что мужчины ценят, оказывается, шикарных поваров. А не просто доцентов. Вот так. Да? А что делать? Занятость огромная. Записаться к вам в классической хирургии, ну, это, знаете, дорогого стоит. Ну, не дорогого. Нет, я не про деньги сейчас. А? Я про время. Я про время. Но при этом успеваете дома разделать мясо, чтобы никто не трогал. Кроме вас, естественно, да? Точить ножи. Нет. Это как удается? Нет. Достаточно много свободного времени. Это вечер. Нельзя же всю жизнь... То есть я вот, например, не понимаю слово, ну, может быть, не до конца, а понимаю слово трудоголик. Трудоголик. Почему? Ну, потому что человек должен все равно как-то заниматься своей жизнью. Жить именно, да? А не только... Просто мне-то окажется, те, которые говорят, что я без работы жить не могу... Я могу. Он этой фразой скрывает невозможность чем-либо другим заняться. Может быть, да? Неумение. Зимнее, неумение. То есть у меня вот тоже длинные зимние вечера бывают такое, что рано свободишься от работы. И вообще, ну, морозный и все. И тогда что, лыжи, коньки? Или дома? Дома. На диване. Лыжи, коньки, нет мяса, кеша. Дома, на диване. А как же спорт? Ведь вот этот вот миф о том, что рука хирурга должна держать утюг. Ну, сейчас вообще-то не рука хирурга, это про солдат. Нет, почему? Утюг. Утюг все, да? Да. Я же спортом занимался сейчас. Так. И тяжелым. Так. Тяжелоатлетическим что-то. Потом... Подробнее. Христианским хозяйством занимался. Рубить, пилить, строгать. Я все умею. Это дача? Нет, это был сначала дом. Так. В котором я родился и жил. Это уж потом для очистила. Ну, это другой дом, собственно. Ну, я поняла. Да, да, да. Вообще, вы человек такой вот сельскохозяйственный. Если можем так выразить. Вы по огромности лица? Нет, я сейчас не обману. Да. Обожаю просто. Садить, выращивать. Да. И обрабатывать. Собирать. И обрабатывать. Так. Ну вот. У нас, по-моему, закончилось. Закончилось, да? Здесь кусочек. Костя дробить не будем. Вот другой вопрос, что я чуть-чуть жирочек наружу. Немножко посновато. А вот это вот лежит у нас. Да, я понимаю. Кусок, это не то? Не то. Ну, зачем выкидывать то, что есть? Ну, вот здесь я уже не буду, да? Все, не надо. Я чуть-чуть. Ну, много. Много не буду. Бейте для вас можно. Так. Я вот. Другой вопрос. Так. Займусь, я так думаю, чисто мужским делом. В этой ситуации я сюда вообще положу кучу. Да, да, да. Чисто мужским делом. Я вам позволю так же в кубик сделать, а сам займусь луком. Вы как? Я готова. Я про лук. Или, может быть, я вас люблю делать? Да нет. Не очень люблю я плакать. На здоровье. Вы знаете, это очень оздоравливает. Очень. А у меня ни насморка сейчас, ни кашля. Все в порядке. Обойдусь без лука, я думаю. Манты – это самое любимое блюдо в вашей семье? Нет. Манты, ну, так вот сложилось в жизни, что вообще-то это у тюркских народностей, ну, это обычное блюдо, так скажем. А вот у нас это все-таки праздничное. И мы всех своих друзей научились. То есть мы, ну, нет, 30 готовим манты в семейном кругу и угощаем друзей. Так, ну, мы все выкупим. Ой, болеть не будем до конца лета. Ой, извините, зимы не чувствую. Вот. Так, вот все, собаки, значит, да? Да. Ну, мы немножечко… Зелени, да? Зелени, да. Это именно укропчик? Да, это укропчик. Ну, будем именно укропчик или еще и лучок звенит? Это петрушечка. Так. Ну, тут… Петрушечка, конечно, чтобы помягче было. И это зеленый лучок. Тоже петрушки только, ладно? Зелени была. Я… Можно от ваших глаз… Уберу лук. Да. Уберу вот так. Не любите вы все-таки, когда женщины плачут? Да, конечно. Несмотря на профессию? Это давит на сердце очень сильно. Несмотря на профессию? Да. А женщины плачут от счастья? Бывает. После классической какой-нибудь манипуляции? Знаете, многие к пластической хирургии относятся, как… Ну, в лучшем случае к косметологии нет. Нет, нет. Нет, да? А, ну, может быть, они так думают. А человек морально должен быть настроен пройти обследование. Только после этого мы берем в операционную. Ну, то есть при обоюдном согласии, что я согласен сделать именно то, и могу это сделать, что человек от меня требует женщины. Ну, пациента, скажем. Вот. И только после этого идем в операционную и оперированность. То есть я оперирую. Я могу с удовольствием? Да. И часто они говорят, что это ерунда, что… Да. А вот когда после операционной, когда человек первый раз себя на следующий день увидит в зеркале, бывает… Бывает шок, бывают слезы, слезы, бывает даже по истерике. Вы так не рассказывали, что так. Вы обещали, я сегодня пройду, а завтра пойду. Сниму повязки уже накрашенные. Да. Симпатичные. Уже накрашенные. Пора на сцену. Так… Тут не допустим ты, но принеси здоров. Тебя если не купить